здравствуйте вот сегодня я буду рассухаривать головку ford mondeo двухлитровый двигатель рассухаривать вот эти клапана обыкновенным рассухаривателем я его конечно немножко усовершенствовался это рассухариватель клапанов вас здесь было по моему вот эти три отверстия или одно даже я уже не помню значит я насверлил раз два три 4 5 6 у меня сейчас 6 отверстий для чего их насверлил чтобы можно было рассухаривать рассухарить рассухаривателем клапанов вас ну и иномарки здесь вот я немножко доработал то есть колечко взял чуть-чуть поменьше чем было для ваза но больше колечко чуть поменьше приварил немножко корявика конечно получилось но меня устраивает вот уже пользуют на 08 а может даже и больше даже забыл когда это делал если нужно переставить например расстояние вот от этого болта до до например вот вот сюда я буду болт заворачивать вот так вот сюда буду заворачивать и рассухаривать предположим вот этот клапан вот не расстояние вот это расстояние нет данный момент устраивать если мне нужно чтобы расстояние было поменьше например опять же заворачиваю сюда рассухарить нужно вот этот клапан я переверну просто вот этот болт выкручу так вот выкручу его вытащу здесь он легко вытаскивается ну не буду я вытаскивать так понятно и переставлю вот эту часть в первое отверстие именно так сейчас попробуем рассухарить клапан головки ford mandel двигатель двухлитровый название двигателя вот честно больше занимаюсь как бы иномарки на японскими тут даже что-то двигатель название не знаю ну знаю скажу крышка распредвала ставится вот сюда вытаскиваем болт крышку пока сторонку и наживляем заворачиваем от руки усилий никаких не нужно вот я примерно померил значит вот так вот так мне будет нормально куда даже можно даже можно наверно здесь не буду пробовать мне удобнее с этой стороны так вот чтобы видно было лучше не обязательно вот от этого болта этот рассухаривать мне удобнее немножко чтобы плечо было здесь побольше не так резко будет нажиматься соскальзывать не будет конечно хотела здесь вот эту чашку хотелось бы заменить под под диаметр чашки клапанов которые сухари держит попробуем вот так вот как бы ничего не подкладываю обычно я подкладываю болтики так пальцем самому неудобно возьму пинцет вот такой у меня пинцетик есть с кривыми кривой пинцет еще раз раз сухарей сейчас вытаскиваем один сухарь второй проваливается вот так вот вышел он вот если видно вот она чтобы не потерялась я тут же его вставляю в чашку видите пружина какая фасонная то есть наверху она немножко суженая редко таких встречаются вот видите на форду встретилась то есть здесь диаметр пружины больше здесь немножко поменьше и сама пружина переменного сечения сложная пружина да сухари я сложил вот эту чашку сразу на место потом когда буду ее внутри видно их ну и ставлю пока в сторонку все один клапан рассухарил пробую сразу его болтается не болтается ну так вот шевелим ничего такого сложного страшного теперь можно этим же не снимая с этого места с этого же места попробовать рассухарить выпускной клапан вернее ну да выпускной сейчас я рассухари выпускной перри попробую выпускной пойдет не пойдет как бы прокатит не покатит не не прокатит немножко уходит поэтому я выворачиваю болт не тороплюсь выворачиваю соседние место где крепится 2 крышка клапанов болты одинаковые 6 под головка подключена 10 перемещаемся на эту сторону и пробуем рассухаривать об легко вышли даже удивительно обычно на наших машинах давишь 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 подкладываешь гайку под низ и ничего сделать не можешь ну сильно очень приходится давить эти прям вот уже второй клапан не сглазить бы достать немножко удается так подцепил его сухарик и чашка сразу спрыгнул вот она видно снимаем ее вместе с пружиной чашку сухарик на место все это нужно делать не торопясь потому что если будешь торопиться нервничать ничего не получится вот она чашка она чашка пружина опять точно такая же ставим ее сторонку ну и так далее продолжаем дальше рассухаривать с этого места я могу рассухарить первый цилиндр вот клапан и третий цилиндр вот этот клапан вот этот клапан пробуем вот он соскочил такое немножко резкий резкое движение раз вот этими щипчиками или пинцетом сухарик в сторону уводишь чтобы он не цеплялся за клапан и чашка сходит пожалуйста это чего то же третье вот она чашечка вместе с сухарями пружина тут по одной пружине на наших на девяточных классики стоят по две пружины вот блин сказал про девятку вот не помню по моему по 2 здесь на иномарках в основном на современных 16 клапанах по одной пружине следующий выворачиваем заворачиваем болт и продолжаем рассухаривать следующий клапан если вдруг клапан опускается вниз вместе с сухарями то под низ под головку под клапан придется подложить ну что-то типа проста ваша чтобы он не осаживался ну в этой головке пока не приходит не пришлось так вот смотрите рассухарив ряд клапанов выпуск выпускных получается крайне клапана чтобы рассухарить мне нужно вот это расстояние вот это расстояние изменить вы сейчас я буду пробовать пробуем сюда попробуем сначала в примере как она будет давить так наверно лучше вот в это отверстие с каждой головкой надо работать индивидуально то есть в одной можно вот в эти отверстия в другой например где-то еще искать или с этой стороны можно сюда попробовать дотянуться но я что-то решил сначала вот отсюда попробовать самый крайний самый крайне крышки которые прижимают распредвала так вот пробуем мало или не большое расстояние надо уменьшить про что я говорил в начале видео примерно примерно в это отверстие попробую так сдвинул сюда ближе то есть меньше расстояние попробуем не надо здесь прижимать гайки какие-то шайбы подставлять вот это место надо чтобы все было на шарнирах тогда легче ловить центр опять же говорю вот здесь вот эту тарелочку бы переделать но темы этим я еще займусь соскочили берем свои кривые кривой верни пинцет так пока не удалось подцепить сухарь уходит зараза так один сухарь выскочил на тарелочка тарелка клапанов которая держит их на клапан не ушла еще раз процедура кропотливая но я бы сказал не тяжелая опа выскочил и полетел на пол вот я увидел обычно когда улетает даже если долго ищешь но все равно нужно обязательно найти иначе потом будет сложно вспомнить разыскать вставляем туда где им должно быть и ждут теперь момента после притирки клапанов ну и точно так же с той стороны сейчас клапан так сказать рассухарим так ну вот головка рассухарена для рассухаривания мне понадобилось болт вот этот болт я его снял родной болт с этой же головки с крышки распредвала с одной из крышек распредвала вот отсюда и вытащил вот крышку отложил пока в сторонку вот он болт выворачивая его по переменам в одно отверстие другое в третье четвертое я при помощи стандартного рассухаривателя ну рассухариватель ваз покупал его в магазине давно уже игру лет может восемь может десять назад не помню единственное что я сделал я вот это место вот это место уменьшил то есть поставил колечко не на вазовские тарелки на клапана а вот немножко его уменьшил вот здесь видно приварена она вот вот ну я им приспособился конечно лучше было бы здесь вот иметь бортики чтобы туда входила тарелка ну я приспособился мне хватает устраивать вот болт и вот такой рассухариватель ну еще пинцетик вот такой кривой для удобства можно не пинцетик можно палочку с магнитом то есть сухарики подцеплять магнитиком все в головка рассухарены те клапана свободные там виднеется там виднеется внизу как бы лучше показать колпачки маслосъемные не видно так вот они клапана сейчас вот можно любой из них брать например вот этот раз вытащил так чтоб проверить практически нет практически ничего не болтается я просто переживал клапана задевали здесь поршень цепь перескочила выпускные впускные клапана вернее проверю еще раз болтая стоп направляющие менять или нормально вот впускные клапана отсюда вот так их раз выдвину проверяем практически не болтается то есть я переживал что они краем клапана задевали за поршень и может быть погнулись ну скорее всего не погнулись небольшой нагарчик пока вставляю на место потом вытащу все под номерами раскладу потому что на место поставить желательно быть свое гнездо каждый клапан чтобы потом меньше было притирки меньше было регулировки следующий на все про все я истратил ну минут 40 с перекурами как говорится со всякими приготовительными работами все нормально головка нормально клапана притрем то же самое проверяем на выпуск на выпускных клапанах они немножко поменьше по диаметру как видно продолжение следует смотрите ставьте лайки все